Ну что ж, продолжаем изменения доты. Скоро у нас уже выйдет, наверное, своя дота, дота 8. И сейчас мы сделаем свой загрузочный экран. Для начала я вам покажу, какой он стандартный, да, как он выглядит по-стандартному. Специально для этого я сделал загрузку доты в окне. Смотрим. Вот стандартный загрузочный экран, вот он, да, мы его будем менять. У нас он будет меняться в двух местах. При запуске доты и при загрузке матча. При этом, если вы в арсенале, да, поставите магазин, а, снаряжение. Если вы поставите свой загрузочный экран, то будет он. Если вы просто поставите снять, у вас здесь будет пусто, то будет наш новый загрузочный экран. Но перед всем этим, самое главное, что нужно сделать. Мы вот, видите, дота 2, да, нажимаем правой кнопочкой, свойства, установить параметры запуска. На это мы не смотрим, это другое совсем. Нам нужно писать вот эту вот команду, директива, да. Для чего мы пишем? Для того, чтобы дота могла грузить ресурсы из файлов. Потому что большинство ресурсов, да, они находятся в запакованном виде, упакованном виде. А мы будем просто файлы из системы выкладывать, и дота будет оттуда грузить. Все, написали эту команду, директиву, жмем окей, закрыть. Теперь, нам нужно будет скачать одну программу. Заходим в любой поисковик, пишем VTFEdit. Кстати, ссылку на эту программу я выложу в описании видео. И команду прошлую я тоже туда выложу. То есть, все это, вот, находится у меня здесь. Вы все это увидите в описании видео. Вам ничего не надо будет писать от руки, вы просто будете копировать. Ну вот, короче, программа VTFEdit. Вот мы видим NamesTool, заходим сюда. Ссылка будет в описании, еще раз говорю. У меня версия самая последняя, 1.3.3. Мы можем скачать установщик или портабл. Я рекомендую установщик, потому что будет гораздо удобнее, чтобы он мог сразу и файлы ассоциировать и так далее. Все, скачиваем, устанавливаем. Программу установили. Вот она, я открываю ее, VTFEdit. Обычная программка, бесплатная, она топовая, да. Много лет я с ней уже работаю. Все, пока она нам сейчас не нужна, мы ее сворачиваем. Теперь идем в папку Dota. Dota 2, правая кнопочка, свойства, самый быстрый вариант, просмотреть локальные файлы. Теперь смотрите, нам сейчас нужно сделать расположение файла нашего загрузочного экрана так, как это в упакованном виде, да. Там тоже есть такое дерево расположения файлов. Я сам не понял, что я сказал, но ладно, короче, делаем таким образом. Короче говоря, заходим в папку, создаем, во-первых, папка Materials, вот она. Если ее нет, то создаем. Потом дальше, папка консолы. Нету, создаем. Вы видите, вот он будет вверху у меня, да. И все. Вот он наш файл. Что делаем теперь? Теперь нам нужно найти загрузочный экран. Мы можем, в принципе, сами в фотошопе сделать, да. Я рекомендую вот такой вот размер экрана. Лично для меня это идеально подходит размер. Или мы можем просто пока быстренько найти в Гугле. Открываем imagesgoogle.com, картинки. Потом вводим эту строку. Ее тоже можно скопировать из описания к видео. Потом инструменты, размер, точный размер 19201080. Все. Вот нам уже выдает картинки, да, которые мы сможем сделать с загрузочным экраном. Просто выбирайте на любой вкус. Ну, давайте, например, знаете, что сделаем? Сейчас посмотрим. Ну, вот хороший вариант, да. Очень красивый вариант. Все, скачиваем картинку. Для этого, давайте тогда мы сейчас скопируем путь. Вот, я рекомендую все в одном месте делать. Скопировали путь. Сохранить картинку. И скачиваем. Все, первое у нас есть. Дальше открываем нашу программу. Вот она. WTFE едет. Опять копируем путь. Жмем файл, импорт, открываем. Все. Здесь мы ничего не меняем. Просто жмем сразу ОК. Опа, и он грузит. Там будет грузить в зависимости от размера файла. Но здесь он недолго будет грузить. И все, остаются последние штрихи. Все очень легко. Так, копируем название файла. Я вам вот так еще выложу отдельно. Теперь нам нужно сохранить под этим названием. Файл. Сохранить. Вот видите, наш путь остается. Консолы. Сохранить. В итоге получается, вот что у нас остается. Dota 2 Beta. Dota. Material. Консолы. И получается, вот, у нас была просто картинка. Теперь она в таком формате. Все. Теперь проверяем. Так, это можно закрыть. Это можно тоже закрыть. И запускаем Dota. Сейчас, по идее, по замыслу, должен измениться загрузочный экран. Смотрим. О, е. Что-то новое, да? Так, во-первых, здесь он изменился. И сейчас он изменится еще в локальном лобби. Ну, то есть, при начале любого матча. Смотрим локальное лобби. Пробуем, создаем. И после этого я вам покажу уже на весь экран. Потому что, видите, сейчас тяжело это сделать. Вот, локальное лобби тоже изменился, загрузочный экран. Мы можем поставить абсолютно любой загрузочный экран. Еще раз говорю. Если вы в снаряжении выберете свой, загрузочный, то в итоге при запуске Dota у вас будет, который мы сделали, а при загрузке матча, который вот у вас в игре снаряжение. Так, это у меня герой еще не выпущенный. Не обращайте внимания. Ну, все. Вот вы все видели, да? Давайте сейчас я вам покажу, как это выглядит на весь экран. Так, теперь смотрим на весь экран. То же самое локальное лобби делаем. Создать. И начинаем. Вот она, красота. Вот наш бесплатный загрузочный экран. Если вы хотите отблагодарить, и если вы умеете хорошо работать в фотошопе, то сделайте картинку с моим логотипом. Напишите мне вконтакте, я вам дам свой логотип. И сделайте мне загрузочный экран. Я буду очень рад, и он будет попадать в разные видео. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.